Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очень хорошую мокрую мушку, которую я люблю практически на всех рыбалках. Она у меня выступает в роли разведчика. Выполнять ее можно в разных модификациях. Она относится к семейству спей, паучков. Значит, крючок я взял достаточно мелковатый, 18-й номер. Это у нас Камасан, серия его 400, можно взять сотку. То есть, подберете под себя сами, как вам будет удобно. Цвет крючка, в принципе, в роли не играет. Нить я беру очень-очень тонкую, но достаточно хорошую, темного цвета. Желательно, чтобы она была черная. Можно использовать черную, коричневую, но не других цветов, потому что мы будем изготавливать его в роли раздражителя. И нам с вами понадобится, есть вот в наборах, как я уже неоднократно показывал, у фирмы Hens. Это код этого люрекса такого. Он немножечко мне не нравится для одних целей, но для других целей он подходит. Он слегка такого желто-лимонного цвета. Закрепим с вами сразу середины. Этот люрекс мы им будем сегментировать тело. Дошли до начала загиба. И теперь аккуратно-аккуратно начинаем формировать тело. Нить должна быть ровница. Поэтому следим за тем, чтобы более-менее ровно, так как лаком мы с вами потом уже вскрывать не будем, начинаем формировать тело. Дошли. Посмотрели, достаточно, нет, недостаточно. Еще раз пройдемся. Значит, в этом варианте можно изготавливать ее, как мушку, которая хорошо тонет и которая плавает в поверхностной пленке. Поэтому вы для себя можете дополнительно взять, вместо люрекса подобрать проволоку желтого цвета, желательно желтого. И благодаря этому вы ее немножечко, когда будете сегментировать, огрузите. И аккуратно, сильно, как говорится, не усердствуем, но соблюдаем аккуратность. Формируем тело. Доходим буквально к месту, где мы крепили нить, не доходя до колечка пару миллиметров. Сделаем узелочек, так как наша нить может убежать в самый неподходящий момент. И выполним сегментацию теперь нашим люрексом. Но, для того, чтобы он у нас лег более симпатично, я, как всегда, буквально капельку-капельку лака нанесу на наше тело. И выполним сегментацию. Теперь я подготовил перышко. Можно использовать куропатку, если вы найдете из курицы. Но у меня имеется вот перья японской перепелки, поэтому я использую эти перышки. Подобрал перо соответствующей длины, какие мне нужно по бородкам. Значит, в чем заключается особенность? Это в том, что мы еле-еле только лишь обозначим нашу опушечку. Поэтому желательно перо подбирать хорошее, но так, чтобы бородки подходили по длине. И выполним буквально по количеству нашего пера один или два оборота. Сейчас посмотрим. Вот, как вы видите, я не делал завершающий узел. выполнил полтора оборота. Так, чтобы была, как и вот вам, чтобы было заметно, вот такая величина обородок. Длина должна их обородок доходить до нашего загиба. Или же немножко дальше, но не длиннее нашего крючка. И оставляем в таком положении, изготовим головку и закончим нашу мушку. Вот, друзья мои, мы сделали завершающий узел. Насколько позволили нам габариты нашего крючка головку. И в таком варианте, как вы видите, это вот на 18-м или же 20-м номере, как вы сможете изготовить по величине бородок. уклейка, густера, красноперка, практически вся любая белая рыба неравнодушна к этой мушке. Это уже проверено. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч! До скорых встреч!